Друзья, всем огромный привет! И сегодня я подготовила для вас видео такого болтологического больше характера. И я очень надеюсь, что этот ролик должен понравиться тем, кто любит и ценит кусковое мыло. Я обожаю кусковое мыло, его любит вся моя семья, и мы с огромным удовольствием им пользуемся. И вы знаете, скорее всего, я этот ролик хочу начать с вопроса. А вы знакомы с мылом Нести Данте? Я абсолютно не была знакома с этим брендом, а познакомила меня с ним моя подруга Ирина Ириша Бекман. У нее есть свой канал, называется он Ирина I Like Soap. Я, естественно, под видео оставлю ссылку на ее канал. Переходите, знакомьтесь. Если вы являетесь любителем, ценителем кускового мыла, то я уверена, на канале у Иришки вы найдете для себя очень много интересных моментов, информации, ну и, естественно, кусочков. Итак, познакомила меня с этим брендом Ириша, когда прислала в новогодние посылки мне вот такой замечательный кусочек лаванда. Объем у него 100 грамм. Мне очень понравилось по аромату это мыло. Я хочу сказать так, что мыло бренда Нести Данте безумно дорогое. Но, вы знаете, я его не пробовала, но по ароматам оно того стоит, это раз. И, во-вторых, ну я столько хвалебных отзывов, девочки, слышала об этом мыле, что, может быть, даже оно стоит каждую затраченную на нее копеечку, на него, простите, копеечку. Все началось с этого кусочка. И, естественно, я решила продолжить свое знакомство с этим брендом. И, вы знаете, я такой человек, если меня что-то, какая-то компания интересует, я всегда пытаюсь найти какую-то информацию о ней, историю бренда, что они хотят донести нам, покупателям, производя свой продукт, да, в чем уникальность этого продукта. Я выписала некую информацию о этом бренде, это будет история бренда, и позвольте, я вам ее зачитаю. Это не займет слишком много времени, но я думаю, что вам также будет интересно. Итак, в 1947 году Нестиданте основал мануфактуру по ручному производству мыла в предмезьях Флоренции, Италия. Компания Нестиданте изготавливает мыло традиционным марсельским методом, методом котла. Каждый сорт мыла варится в течение пяти дней, затем мыло отстаивается и расслаивается. Отсадок щелочью и загрязняющими компонентами вымывают водой. При таком способе производства мыло не содержит вредных веществ и прекрасно пенится. Затем мыльную основу высушивают и удаляют избыток воды. Для однородности массы мыло несколько раз перетирают. На завершающем этапе в мыльную массу добавляют экстракты растений и ароматизирующие вещества. Пройдя полный цикл производства, мыло Нестиданте приобретает структуру наивысшего качества, высокую плотность и нежность. Мыло не рассыхается, не размокает в мыльнице и остается цельным длительное время. Мыло Нестиданте состоит из 98% натуральных масел. Это оливковое и пальмовое. Процесс варки на фабрике происходит по традиции в больших котлах. Химическая реакция между натуральными маслами – оливковым и пальмовым – и содой происходит при помощи пара. Эта типично кустарная и очень дорогая операция длится несколько дней. В ходе процесса варки мыла чрезвычайно важно присутствие маловара для того, чтобы непрерывно контролировать и управлять всеми стадиями омыления. Опыт маловары передается от отца к сыну. На фабрике Нестиданте маловары работают уже в третьем поколении. В фабрике существует более 60 лет. В годовщине 60-летия было выпущено особое мыло праздничное. Никогда за всю историю фабрики не случалось сбоев. Мастерство маловаров оценивается их способностью определить момент готовности мыла, пробуя его на вкус. Представляете? Уникальная старинная технология, используемая фабрикой Нестиданте, позволяет сохранить драгоценные эфирные масла, насыщенные жиры и активные растительные вещества высочайшего качества. Мягкое растительное мыло не содержит в своем составе щелочи, не сушит и не раздражает кожу. Хорошо пенится. Ну, я надеюсь, что вам эта информация также была интересна и полезна. Так вот, все началось с этого маленького кусочка, и, естественно, я решила продолжить свое знакомство с этим потрясающим производителем, с этим классным брендом. И в покупке первого моего набора, конечно же, участвовала Ириша. Ириша в своем городе нашла набор мыла Нестиданте, который называется Философия по приемлемой более-менее цене, вот, и предложила мне приобрести. Ну, конечно же, я согласилась. И вот давайте я вам покажу мой первый набор. Набор Философия. Оформление, конечно, просто на высоте, абсолютно не стыдно подарить. Да, это дорого, но, простите, этот подарок будет действительно дорогой, и абсолютно каждый человек этот подарок себе, то есть, ну, оценит, простите, то есть, по достоинству, ну, будет просто счастлив. Лично я была бы счастлива, если бы мне подарили бы такой набор. Но немножко попозже об этом. Итак, давайте сейчас я открою эту коробочку, и мы с вами каждый кусочек посмотрим поближе, и я немножко расскажу вам также о каждом кусочке. Итак, первый кусочек у нас идет Философия Бриз. В каждом кусочке по 150 грамм. Итак, аромат цедры лимона, лайма и красного базилика. Обладает антимикробными, антиоксидантными свойствами, увлажняет, защищает кожу. На самом деле здесь очень приятный аромат. Слышится действительно цедра лимона. Действительно это так, но немножко я не соглашусь с производителем. Лично на мой нос здесь аромат не красного базилика, а зеленого. Ну, мне слышится так. Достаточно приятный аромат. Ну, классно. Я очень рада, что этот наборчик у меня есть. Следующий кусочек мыла это Философия Скраб. Не совсем мне он нравится по аромату, скорее всего, потому что здесь очень ярко выражен аромат амбры. Я, в принципе, к амбре нормально отношусь, но когда очень ярко выражен, мне это не совсем нравится. Ну, и давайте я немножко вам зачитаю об этом мыле. Аромат средиземноморской сливы хурмы амбры в сочетании с пилингом из отрубей и муки скорлупы грецкого ореха прекрасно пилингует кожу, увлажняет, питает, разглаживает, снимает раздражение. Отруби и крошка грецкого ореха отшелушивают отмершие клетки, ускоряя обновление кожи. Ну, я вам сказала по поводу аромата. Очень яркий аромат амбры. Но, вы знаете, в любом случае я тоже рада познакомиться с этим кусочком. Следующий кусочек это Философия Крем с ароматом палисандра. На самом деле я тоже залезла, посмотрю, что такое палисандр, потому что я абсолютно незнакома. С этим названием вообще что это такое? Итак, это у нас название древесины ряда пород тропических деревьев. Представляете? Так вот, с ароматом палисандра, черного ириса и сливочной текстурой. Девочки, аромат невероятный просто. Обогащен увлажняющим кремом, успокаивает кожу и делает ее гладкой и шелковистой. А частицы натурального жемчуга придает коже красивое сияние и естественный блеск. Я уже опередила все события и сказала, что аромат умыло просто невероятно. Да, девочки, действительно, это так. Это мой любимый кремовый аромат в сочетании с цветочным и каким-то, вы знаете, древесным действительно ароматом. Девчонки, потрясающе просто, потрясающий по аромату кусочек. Следующий кусочек, так, только сейчас мы этот положим, что-то не хочет залазить обратно. Идет у нас уже философия лифтинг. Аромат цветков вишни, асмантуса и розовой герани. При регулярном использовании кожа становится более плотной, упругой и эластичной. Замедляются процессы возрастного старения. Я не очень люблю аромат герани и, слава богу, он здесь не слышен. Очень приятный аромат, девчонки, действительно, розовых цветков вишни. Он такой нежный, он такой приятный, такой цветочный. И, вы знаете, присутствует какая-то молочная на мой нюх, как бы на мой нос нотка. Она просто потрясающая. Следующий кусочек у нас идет философия детокс. Эфирные масла дафны. Вы знаете, также залезла посмотреть, что такое дафна, потому что я вообще не знаю, что это за растение. Оказалось, это кустарник. Другое название волчья лыка или волчий ягодник. Очень ядовитое растение отравлениями ягодами дафны. Достаточно серьезные, имеют последствия, парализуют нервную систему. Так что, девчонки, мыло облизывать точно я не буду. Так вот, с ароматами дафны, эхиноцеи и белого лотоса. Оставляет на коже изысканный цветочный аромат. В составе этого мыла есть азулен. Он прекрасно увлажняет, стимулирует регенерацию, дарит ощущение свежести. Очень классный аромат. Девочки, потрясающий. Цветочный, яркий. Ну, просто, ну да, у меня слов нет. И последнее мыло из этого набора – это коллаген. Философия коллаген. Это самый любимый кусочек в этой коллекции лично для меня. Итак, тонкий аромат голубой азалии, амброзии и карамбала. Экстракт женьшени, который есть в составе, стимулирует синтез коллагена и клеточную коммуникацию, делает кожу упругой, эластичной и гладкой. Мыло обогащено растительным коллагеном, который повышает увлажняющие свойства мыла. Очень здорово, но аромат, девочки, невероятный. Он настолько нежный, цветочный. Девочки, невероятный. Просто аромат, ну, просто потрясающий. Да, в этом наборе есть для меня спорный кусочек по аромату этот скраб. Но в любом случае надо познакомиться. Мне будет, конечно же, очень и очень приятно это сделать. Ну, что ж, давайте я эту коробочку сейчас отодвину назад, и мы с вами продолжим. Итак, продолжаем. Следующий набор, который у меня есть, это уже коллекция Ильфрутета. Девчонки, я не знаю, для меня это просто самая крутая коллекция. Ну, конечно, других у меня нет. Нет, но есть одна, которую я вам покажу немножко позже. Но я считаю, что это самая яркая, самая сочная, самая насыщенная и потрясающая по своему аромату коллекция. Мне она безумно понравилась. Конкретно эту коллекцию мне подарил супруг на Новый год. За что, конечно же, я ему очень-очень благодарна. Давайте сейчас также мы с вами раскроем упаковочку. Ладненько, сделаю я это в кадре. Надеюсь, вас не смутит. И также разберем каждый кусочек по отдельности. Итак, первый кусочек, также по 150 грамм кусочки, идет персик и дыня. Эффективно питает кожу и возвращает ей тонус. Подходит для самой чувствительной кожи, склонной к раздражениям, не пересушивая и не вызывая чувства стянутости. Наверное, в этой коллекции, когда я буду ее описывать вам по ароматам, именно на свой нюх, на свой нос, девчонки, я буду постоянно говорить очень классно, здорово, потрясающе. Потому что других слов я не могу подобрать, именно описывая эту коллекцию. Нежнейший аромат персика и яркая дыня, девчонки. Но я не знаю, здесь просто нет слов. Действительно, потрясающий по аромату кусочек. Кусочек, это бомба, девчонки, это просто бомба. Следующий кусочек идет инжир и миндальное молоко. Увлажняет и смягчает кожу, успокаивает раздраженную кожу, подходит для сухой и чувствительной кожи. Аромат. Яркий аромат инжира и тонкая-тонкая молочная нотка миндаля. Девчонки, ну это, ну как, вот как сказать, что оно классное. Да, оно супер классное по аромату. Очень нравится. Конечно, от этой коллекции я в полном восторге. Мне кажется, что это самый-самый лучший вариант, который у меня есть. Следующий кусочек это гранат и черная смородина. Аромат с яркими нотами черной смородины снимает стресс и настраивает на позитив. Сохраняет естественный уровень PH и гидролепидную защиту эпидермиса. Кожа становится более упругой и сияющей. А лицо, его можно использовать также и для лица, обретает свежий вид. Аромат на мой нос. Яркий аромат ягод черной смородины. Девочки, если вы любитель таких ароматов, обратите внимание на этот кусочек мыла. Ну, это вообще, девочки, это сказка, это песня, это чудо, это действительно чудо, потрясающе просто аромат. Я очень-очень довольна. Следующий кусочек в этом наборе это лимон и бергамот. Посмотрите, конечно же, на оформление. Ярко-желтое, такое сочное. Я даже во рту чувствую какую-то кислинку уже, когда смотрю на эту упаковку. Итак, яркий, насыщенный аромат лимона и бергамота освежает, бодрит и заряжает энергией. А банно-ритуал превращается в настоящее релаксирующее погружение в энергетический коктейль. Судя по аромату, это действительно так. Кисленький, натуральный лимон и бергамот, девчонки. Ну, аромат вообще, ну, сказка. Других слов я просто подобрать не могу. Настолько натурально передан аромат, девочки, это просто что-то невероятное. Следующий кусочек красный виноград и голубика. Обладает защитными и питательными свойствами. Экстракт красного винограда стимулирует регенерацию и обновление клеток. Биофлавоноиды и полифенолы являются настоящим природным бальзамом для кожи. Голубика. Мощный природный антиоксидант помогает сохранить молодость, содержит витамин С, высокие дозы витаминов ПП и К, флавоноиды и сложные сахара, а также богатую коллекцию кислот и дубильных веществ. Я не очень люблю аромат винограда в косметике, но здесь аромат, девчонки, он есть нотка винограда, но, вы знаете, кожуры винограда, я бы так сказала, кожура черного винограда. Очень приятный аромат. Здесь чувствуется и ягодная нотка. И вот в сочетании с кремовым ароматом, с нежнейшей вот этой молочной ноткой кремовой самого мыла, ну, аромат просто невероятный, девочки, просто невероятный. И последний кусочек из этой коллекции, это у нас оливковое масло и мандарин, очищающий уход с успокаивающими антивозрастным эффектом для кожи лица и тела, также можно использовать для лица. Экстракт оливковых листьев успокаивает воспаление, раздражение, разглаживает морщинки, заживляет микроповреждения кожи, а экстракт мандарина освежает и заряжает энергией. Аромат. Вы знаете, чувствуется аромат оливкового мыла, действительно какого-то оливкового мыла, но в сочетании с яркой, сочной, насыщенной ноткой мандарина, девчонки, такой тандем просто складывается, ни на что не похожий, очень классный, очень классный. Вы знаете, я могу сказать, что в этой коллекции я даже для себя не могу выбрать фаворита. Они абсолютно для меня все фавориты, девочки, эта коллекция, ну, просто-просто потрясающая. Если вы хотите познакомиться с мылом Нести Данте, я вас очень прошу, начните свое знакомство с коллекцией Ильфрутета. Ароматы вас просто покорят. Ну что ж, мои хорошие, давайте сейчас я также упакую этот набор, простите, и мы его поставим, и мы с вами продолжим. Так, ну что ж, следующий наборчик, который у меня есть, это вот такой симпатичный набор коллекция роза. Чудесные ароматы цветущих роз в весенних садах Флоренции. Изысканный и тонкий аромат розовых садов в каждом кусочке. Девчонки, посмотрите, красота невероятна. В этом наборе уже три кусочка, и давайте мы также откроем его, и посмотрим каждый кусочек поближе, и также я немного вам расскажу о каждом кусочке. Итак, первый кусочек это роза принцесса. Объемчик здесь также 150 грамм. Итак, восхитительный, чарующий, нежный и страстный аромат розы. Романтические воспоминания, фантазия, аромат мыла розы принцессы – это символ роскоши, любви и нежности. Очень нежное, красивое оформление. Вы знаете, мне почему-то кажется, что получить в подарок такой кусочек мыла именно какой-то нежной девушке, которая похожа на этот нежный розовый бутон. Да, у меня фантазия разыгралась, действительно, девчонки, не знаю почему. Будет очень приятно. Так что обратите внимание, как подарок нежный, юный, молодой особи. Ну, это просто потрясающе. Аромат – это действительно розовая роза, девочки, нежный, чуть со сладостью какой-то аромат. Но он такой нежный, девчонки, ну, прям, вы знаете, для юной леди, для юной особы, ну, просто потрясающе. Мне очень нравится. Я говорила вам ранее, что я не люблю аромат розы, но что-то в моей жизни произошло, и этот аромат для меня стал приятен. Ну, возможно, я повзрослела. Очень классный кусочек мыла. Следующая мыльца – это уже роза-шампань. Здесь уже чувствуется, что этот кусочек можно подарить женщине-девушке за 30. Вот так вот, когда вот уже повзрослевшая, да, как бы. То есть вот именно для меня кажется так. Девчонки, давайте я немножко вот сейчас заболтаюсь, немножко отвлекусь. Посмотрите, как будто каждому из нас, да, мне, маме и Соне можно предложить этот кусочек мыла на каждый возраст. Для юной барышни, для женщины средних лет. И вот этот кусочек просто идеально подойдет для женщины, мне кажется, именно возрастной. Так, ладненько, возвращаемся, да, заболталась. Итак, роза-шампань. Тонкий аромат роз, деликатный и пьянящий, романтичный и будоражащий воображение, с натуральным розовым экстрактом, мягко и бережно очищает кожу. Аромат. Здесь уже роза, знаете, такая красная роза, вот прям красная роза. Очень приятный аромат. Если здесь он нежный такой, здесь, а тут он уже более такой насыщенный. Класс, просто класс, но оформление, да, естественно, девочки. Ну, просто действительно будоражит на какие-то воображения, на какие-то романтические моменты. Да, очень классно. И последний кусочек, это роза-сенсуэль, чувственная роза. Страстный, чувственный аромат любви, дополняет роскошным благоуханием летних роз в садах Флоренции. Здесь уже, девочки, роза бордовая. Очень насыщенный, немножко такой терпковатый аромат. Вот действительно, это мыло можно преподнести в подарок уже взрослой женщины, именно зрелого такого, скажем так, зрелой возрастной категории, да, выговорила. Очень приятный. Ну, да, красота, конечно, неописуемая. На мой взгляд, я считаю, что этот набор, ну, просто идеален для подарка. Ну, просто потрясающе. Ну, что ж, мои хорошие, давайте я, наверное, на этом первую часть с моими потрясающими кусочками я закончу. Конечно же, будет еще продолжение. Мне есть еще что вам показать. И я просто буду счастлива, если вы со мной останетесь и во второй части. Ну, а так, огромное всем спасибо за внимание и просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok